Оксана, дорогая, вопрос простой. Вот если, не дай бог, американцы и китайцы разберутся с жиженым и сванцевым газом, прекратятся войны и революции, цена на нефть упадет, а у нас не будет вот этих вот двух фондов, что мы тогда бедные делать будем? Я бы сделал поправку, не дай бог прекратятся войны и революции. Так они все равно прекратятся. Дай бог прекратятся. Они прекратятся, дай бог прекратятся, но тогда что делать мы будем? Значит, первое, если мы будем проводить ту же политику, которую мы проводили сейчас, и 10 лет сверхблагоприятной экономической конъюнктуры, даже 13 с 2000 года, мы вкладывали в чужую экономику, это тот шанс, который нам дала история. Мы за это время не диверсифицировали экономику, не решили свои социальные проблемы, не подняли уровень жизни, потому что то, что инвестировано в экономику, в дороги, в жилье и в инфраструктуру, это тоже, между прочим, растет в цене, это тоже стоимость, она тоже растет. Если мы будем дальше продолжать то же самое, то да, действительно, наша зависимость от нефти и газа существенно возрастает. Потому что если мы средства, которые получили от нефти и газа, никуда не вкладываем, не используем конъюнктуру для реструктуризации экономики, то на самом деле мы не ослабляем нашу зависимость не от нефти и газа, а существенно усиливаем. Вопрос для всех, кто знаком с арифметикой. Доля, вот за это время, доля нефтегазовых доходов в бюджете существенно увеличилась за эти 13 лет. Спасибо. Михаил Михайлович, пожалуйста. Оксана Геннадьевна, вопрос очень простой. Вы ратуете за увеличение или ценоправление доходов нефтегазовых в социальную сферу? Как вы правильно сказали, или придумали такое выражение, долечивать людей, дообучивать и доремонтировать квартиры и так далее. Но вы понимаете, что это текущие расходы и как только уровень доходов упадет, то обязательства, которые перед гражданом будут законтрактованы фактически государством, они будут не исполняться. Фактически, вы понимаете, вы подталкиваете к кризису, на сторону радикальных оппозиционеров встаете. Но я думаю, что вы думаете, что все это можно было сбалансировать. Вопрос мой такой. Вы видите же, или не считаете ли вы правильным акцент в работе парламента, сконцентрируете этот акцент, перевести на то, чтобы отменить неэффективные расходы? Например, вы сказали сами про Сочи. Полтора триллиона. Возьмите там от теста, эти мосты и так далее. Это вещи, сравнимые с теми пятью триллионами, о которых мы сегодня говорим. И тогда, на постоянной основе, за счет постоянных налогов, не связанных с нефтяной конъюнктурой, мы можем финансировать социальную сферу. Я за это. И деятельность, которую проводил в качестве главы правительства, на это было направлено. Чтобы сделать такие ресурсы, чтобы можно было финансировать социальную сферу и решать там эти проблемы. Поэтому, когда мы говорим о подушке безопасности, мы говорим, не трогайте устойчивость экономики. А вопрос-то в чем? Вопрос, не надо, не нужно ли переключиться на сферу неэффективных расходов и их заменить на эффективные, правильные. Михаил Михайлович, извините, маленькая ремарка. Деньги сами по себе, как известно, тоже не лечат и не мучат. И заливать деньгами при нынешней эффективности. Значит, первое, если вы следите за нашей деятельностью в парламенте, то вы знаете, что каждый год мы предлагаем альтернативный бюджет. Где мы точно расписываем, каким образом, где мы не каждый раз предлагаем не пополнять резервный фонд, а эти средства использовать на замещение налогов. Потому что экономический рост, если мы так плохо и неэффективно их используем, действительно неэффективно, то самое простое, что можно сделать и самое эффективное, это снизить налоги. На малый бизнес, на инвестиции, инвестиционную составляющую, снизить НДС до 10%. И первое, на что должны пойти нефтегазовые доходы, они должны пойти на замещение налогов. И таким образом вы усиливаете экономический рост и осуществляете реструктуризацию. Теперь по поводу так называемых социальных расходов. Уважаемый Михаил Михайлович, социальные расходы – это вложение в человеческий капитал. И сейчас наиболее инновационной отрасли, я закончу, инновационные, перспективные инновационные отрасли – наука, здравоохранение. Потому что здравоохранение – это медицинские технологии или человеческие технологии. И 21 век, по всем оценкам, это век, если предыдущий был век информационных технологий, то 21 век – это век медицинских технологий, биотехнологий. Поэтому, вкладывая в здравоохранение, мы вкладываем и в биотехнологии. Я уже не говорю о науке. Потому что каким образом мы будем осуществлять инновационный сдвиг, если мы не будем вкладывать деньги в науку и в человеческий капитал. Я очень рад, вы активно дрейфуете социалистов в либералы. Я не в либералы, я отношу, не знаю, почему вы это заметили только сейчас, абсолютно точно и чётко каждый раз все расходы вплоть до копейки расписаны в альтернативном бюджете. Более того, наши оценки по доходам и по расходам и по прогнозу цены на нефть, они всегда оказываются верными. А у правительства всегда с ошибкой. То 1 триллион, то 2,5 триллиона. Спасибо. Будем следить впредь. Следите, следите. Максим Рохмистров, пожалуйста. Оксана Геннадьевна, ну вот всё, что вы говорите, оно как бы не совсем вписывается, конечно, в концепцию социалистической теории, которую озвучивает вас лидер, такая правоцентрическая всё-таки ближе идеология. Поэтому у меня вопрос такой. Вот при всём этом вы считаете, что действующая система управления этими ресурсами, без создания каких-либо фондов, можно её модернизировать и как, чтобы она эффективно заработала? Либо всё-таки в какой-либо форме должно быть выделено в другую структуру. И на фоне этого, какие меры, вот вы считаете, сегодня должны появиться в части улучшения контроля за действующей ситуацией? Ну, например, как пример, это вот, чтобы у высшего законодательного органа государственной власти появился, например, высший орган финансового контроля. Который, кстати, есть во всех странах, да? У всех парламентов есть высший орган финансового контроля. Он так и называется. В основном есть международная ассоциация органов высшего финансового контроля, которым, кстати, всё равно акционерное общество, либо государственное предприятие. Так, у нас очень мало времени, поэтому... Отвечу коротко. Первое. Средства налогоплательщиков. Я противник пополнения резервного фонда. Я считаю, что средства налогоплательщиков должны использоваться внутри страны, в том числе на замещение налогов, в том числе на замещение заимствования, потому что вы прекрасно знаете, Максим, что у нас дикая ситуация, когда заимствование на триллион и на триллион же пополнение резервных фондов. То есть мы занимаем под 7% и вкладываем под 0%, а иногда и с отрицательной доходностью. Поэтому здесь возможности для реального использования этих средств огромные. Теперь, что касается подушки безопасности. У нас есть подушка безопасности. Это называется золотовалютный резерв ВЦБ. И, собственно говоря, в кризис как раз они и использовались. Потому что для покрытия дефицита бюджета вам не нужно покрывать, продавать, значит, золото или долговые обязательства. Осуществлялась просто эмиссия. Это тоже легко проследить, потому что средства золотовалютных резервов расходовались на удержание курса рубля в 2008 году, когда не было дефицита бюджета. А когда был дефицит бюджета, то золотовалютные резервы, куда включали резервы резервный фонд и фонд национального благосостояния, не сократились, не накопили. Поэтому тут практика, всё можно легко доказывать. Поэтому этих резервов золотовалютных, которые делаются из положительного экспортного сальдо, их вполне достаточно для решения проблем подушки безопасности удержания курса рубля. Кстати говоря, вот последнее я скажу. Всё, что говорилось о Китае, суверенный фонд Китая, Сингапур и так далее, это не средства налогоплательщиков, а это часть золотовалютных резервов ЦБ. Поэтому они себя не обделяют, а все налоги, которые получены, вкладываются в агономику то ли Сингапура, то ли Китая, то ли Гонконга. Спасибо.